Строительство ещё не завершено, но башня уже обросла всеми атрибутами главного символа города. В выходные дни район вокруг стройплощадки – один из самых посещаемых в Токио. На фоне телевышки снимается семейство. В этом месте срабатывает стереотип японского туриста. На всё новое смотреть через объективы фотокамер и мобильных телефонов. 604 метра – высота башни сейчас. Впереди ещё 30, но и это уже является мировым рекордом. «Как японка я горжусь тем, что именно у нас самая высокая телебашня. Поскорее бы её уже построили. Очень хочется забраться наверх и увидеть город с высоты самой высокой в мире смотровой площадки». Её назвали «Скай-3» – небесное дерево. Оно выросло посреди Токио менее чем за три года. Исполинская конструкция общей стоимостью почти миллиард долларов сочетает в себе новейшие технологии и национальные традиции. Опоры повторяют очертания самурайского меча, а вся конструкция основана на принципе многоярусной пагоды. Одной только стали понадобилось свыше 40 тысяч тонн. Обычно сооружение объектов такого размаха имеет не только и даже не столько практическое, сколько символическое значение. Строительство телебашни в Токио можно трактовать как символ постоянного соперничества Японии со своим главным азиатским конкурентом – Китаем. Именно там до последнего времени была самая большая телевышка в мире. А не так давно китайцы отобрали у японцев статус второй экономической державы. Но японцы сдаваться не собираются самую высокую телебашню. Они уже построили, но в экономике конкуренция будет продолжена. Тем более, что сами токийцы на появление нового символа возлагают большие надежды. Идея построить телебашню, взамен давно утратившей практическую пользу старой вышки, связана с тем, что летом этого года Япония полностью прекращает аналоговое вещание. Главные телеканалы страны будут передавать цифровой сигнал с высоты птичьего полета. А сам район – в основном здесь сосредоточены лавки мелких торговцев и ремесленные мастерские – превратится в новый коммерческий развлекательный центр. «Лично я рад, что башню решили построить именно здесь. Такая достопримечательность, очевидно, привлечёт большое число посетителей. Для нас это тоже очень важно». Своей максимальной высоты небесное дерево достигнет к концу марта. Но дальше предстоят ещё отделочные работы. Хотя торговля с сувенирами уже в самом разгаре, открытие башни для публики произойдёт не раньше весны следующего года. Сергей Мингажев, Алексей Печко. Вести. Токио. Япония.